МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такие дадены приведены подчас брифингу по выниках голосования в регионе. ...всех уровней за ту огромную напряженную работу, которую они проводили на протяжении всего времени подготовки проведения выборов президента Республики Беларусь. Затым, как проходила выборчая кампания, на Гомельщине сочиняли надзиральники от международных миссий АБСЕ и СНД, громадских объединений и политических парт, которые денежатся в Беларуси. Их представники означали, что выборы проходили сгодно по требованиям национального законодавства и отповедали демократичным стандартам. Ни каких порушений уходят перед выборной кампанией и в день голосования не зафиксовано. Могу сказать, что выборы прошли в штатном режиме, согласно законодательству Республики Беларусь. Замечаний не выявлено. Все было организовано очень-очень хорошо. Люди шли как на праздник. На наш взгляд, выборы состоялись, выборы действительны, с высокой явкой, которая для нас, в принципе, понятна. Потому что для граждан Беларуси, для избирателей, это самое важное общественно-политическое событие в жизни страны. Подсчет проводился открыто, гласно, с соглашением всех строк протоколов. Выборы подготовлены на высоком, еще раз повторяю, уровне, где присутствовали наблюдатели от разных партий, общественных организаций и профсоюзных организаций. И от сбора подписей граждан были. На сегодняшний день каких-либо было бы замечаний, нами было не установлено. Все было на высоком и достойном уровне. Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомельской области стартовал «Ты день матья». Марафон мероприемства протягнется до 16-го Кастрышника. У программе круглые столы, групповые занятки и промы телефонные линии по проблемах жанушего здоровья. На питание же хоров в области откажутся кушеры-юникологи, мамологи и иншие специалисты. Мероприемства пройдут под девизом «Усё починается с матья». Профилактичная акция накеревана на популяризацию материнства и семейных каштовностей. С такой метой в области функционуют школы здоровья для молодых родителей и кабинеты планования семьи. До речи, об успеху профилактичной работы в этом на керунку кажутся наступные лечбы. В прошлом году в Гомельской области народилось 12 800 детей, а за первое по году 2015-го уже маль 9 тысяч. При этом больше, как половы новонародженных в Украине в прошлом году стали другими детьми в семье, а льву пополнили ее до шмадетной. В листопаде на территории Гомельской области изъявится первая платная автодорога. Транспортная артерия М5 уже целиком реконструирована. 86 километров якосного покрытия, дополненного новыми указальными знаками и объектами придорожного сервису, станут платными. Как будет проводиться оплата и на что накеруются отриманные сродки, доведалась Аганна Ковалева. Еще несколько годов тому эта дорога выглядала совсем иначе. Сегодняшем М5, которая излучает два буйнейших городов нашего региона, Гомель и Жлобин отвечает всем современным стандартам. На иноше асфальтовое покрытие, надеянные огороджи и умоцеванные обочины. Все это позволило увеличить худкостный режим и при этом заховать уровень безопасности. Реконструкция была произведена на основании инвестиционного проекта с китайским «Эксимбанком». Инвестиционные вложения составляли 400 миллионов долларов. Фактическая стоимость на конец строительства составила 350 миллионов долларов. Транспортная артерия поширилась с двух до четырех полос. Побудована и одрамонтована 11 мостов и 5 путепроводов. Реконструкцию завершили в конце минулого года. И до этого часа автомобилисты корыстались дорогой бесплатно. Однако с первого листопада за каждый километр придется платить. Отриманные сродки пойдут на обслугование дорог, подтримание их якости и покрытие расходов по реконструкции. Использование системы «Белтол» обязательно для водителей легковых автомобилей общей массой менее 3,5 тонн для транспорта не из Таможного союза. Водители таких легковых транспортных средств из Беларуси, России, Казахстана в настоящее время не платят за проезд по платным дорогам. С 1 ноября текущего года к ним добавятся также водители легковых транспортных средств из Армении и Кыргызстана. Эти две страны присоединились к странам Таможного союза. Остатнему тем леку водителям микроаутобусов, автобусов и грузового транспорту навыц белорусским грамадянством придется оплачивать проезд. Чем больше босил у автомобиля, тем выше и кошт. На М5 уже установлены 5 равных порталов для оплаты. Спробуешь проехать зайцем, будут каштовать 100 евро за каждое порушение. До речи, в ближайшие годы спецплатных дорог у Гомельской области пополнится еще двума. Уже распрацованы планы реконструкции магистралей М8 и М10. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». До инших тем правооховные органы означают рост выпадка выявления фальшивых грошей на территории Гомельщины. С початку года по таких фактах узбуджено больше, як 70 криминальных справ. Частей за все подробленная валюта увозится жихарами в области замежа в Беларуси. Иншая подробязность темы в материале наших корреспондентов. На працованном столе экспертов – черговый подозронный банкнот. Такие регулярно передаются сюда органами внутренних справ и Следующего комитета. Пальму – першинство в обороте фальшивых купюр тримает российский рубиль. За всем крыху уступают американский доллар и евро. Минавитость европейских грошей тяжей за все вызначить неузброенным ВОКом. Они чисто внешне очень похожи на настоящее. Отличаются только по способу изготовления. Способы изготовления денежных билетов Европейского Союза мы определяем при помощи уличительных приборов, которые мы здесь используем. Это микроскопы различные, приборы регула различные, в ультрафиолетовом излучении, в инфокрасном. После заключения экспертизы узбуджается криминальная справа, часом 4-5 за сутки. При том, что, конечно, граждане не догадываются об том, что у их кошельках лежат фальшивые гроши. Высветляется этот момент обмену валюты. У одним из започных таких выпадков предприниматель принес у банка сразу 7 подробленных купюр по 200 евро. Гамельчанин отримал их от незнайомого мужчины у Бранску. Поддельные денежные средства на территорию Республики Беларусь поступают из стран СНГ, с территории Российской Федерации, либо Украины. Факты печати непосредственно у нас на территории поддельных денежных знаков Европейского Союза, долларов США, либо российских рублей, нами не устанавливались. По избежанию ситуации приобретения поддельных денежных средств, можно порекомендовать гражданам приобретать их только в банковских учреждениях. Руслан Пролясковский, Сергей Нигеревич, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания Гумель. Ускорбонцы престижных узнагород студии циркового мастерства «Арена» прибавление узнагорода за другое место у детяшей конкурсной программе первого международного циркового фестиваля. Конкурсы, которым принимают удел, как профессионы артисты, так и аматоры, проходят в израильском городе Аждот. Своими уражениями выхованцы «Арены» поделились с корреспондентами телеканала «Мазыр». Первый израильский международный цирковый фестиваль-конкурс – заправдный фестиваль с профессийным, компетентным судейством, отбором номеров и галопоказом на кшталтых, что ладятся у Монте-Карла, Санта-Паула, Парижа и Москве. Миновиты такие статус мая гэта и циркового свята профессионалов и аматоров. И мазырские юные артисты студии «Арена» выкликали на им фурор. На израильский фестиваль отправился оптимальный состав. Четыре артисты продемонстровали глядачам и судям все, на что сдольные. И хоть мазырские удельники – подлетки аматоры, яны смелые и достойно конкуруют с дорослыми и профессионалами. «Мы считаем, что мы сделали все, чему мы учились, что мы тренировались, и наши тренировки каждый день были не зря». На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова